Добрый, добрый, добрый день всем! Все будет, все как на стандартной СНГшной свадьбе. Ну что, Team Empire. На данный момент уже пикнули Венжи Фулл Спирит, Джаггернаута, Зевса и Магнуса со стороны команды Хелл Рейзерс. Шадоу Финд у нас отходит, скорее всего, на мидлейн для Фониджи, как я понимаю, Чен для Хелл Рейзерс, Леон тоже для них и Энигма. Энигма четвертым пиком залетает. Ашеры забанили Баланара. Боятся они артстайла... Ай, какой артстайл? У нас не Нави играет. Точнее, нет, тут не боятся у нас, никто не боится у нас артстайла в данном сражении. Артстайла будут бояться в следующей игре. У нас с Virtus.pro играют против Нави. А пока что Team Empire разобрались практически со всем, кроме, как я понимаю, мидлейна. Ну, собственно, Баланара не хотят видеть на миде, насколько мне видится. Магнус, скорее всего, у нас будет для Йокуи отправиться в сложную линию. Зевс будет с Вингой саппортить Джаггера, а на мидлейн кого-то надо брать. Ну, так видится мне, так видится, в принципе, и команде HellRacers. Лина. Последним пиком. Все чаще мы видим эту Лину во всех вообще пиках возможных. И как саппорт, и как нюкер, и как мидлейн, и как керри. Короче говоря, Лина у нас все умеет. И используют ее как только могут игроки команды. Любой, в принципе, не только Empire, это и Европа, это и Америка. Лина очень часто у нас заходит в пике. Да и Азия тоже не гнушается постоянно брать данного героя. Это хорошо. Раньше появление Лины знаменовало какую-то нереальную, совершенно непривычную доту. Теперь появление Лины это классик. А вот Войт у нас немножко подзабылся. Ну, теперь вспомним. HellRacers упаковались, да нельзя. Дредд берет себе Энигму, и это уже само по себе чудо. Чен будет для Гадема. Горец забирает Леона, не знаю, надолго ли. Горец у нас, в принципе, оффлейне в составе команды HellRacers. Наверняка сейчас поменяется Горец и возьмет Вайдап, потому что, скорее всего... Хотя, что вообще, ребята, придумали? Что это за такой пик? Афониджи берет СФ на мидлейн, и это понятно. Дредд, скорее всего, отправится в лес на Энигме, хотя Дредд может постоять и сложную. Если не свапнется с Гордцем. Потому что легкая, это, понятное дело, для Войда должна быть, как еще. Сложную, скорее всего, лучше отдать у нас Фейслес Войду. А потом уже... А потом уже Энигма свое, в принципе, вывезет. Потому что Энигму отправляется в Сложную, когда есть Войд. Мне кажется, это чревато проблемами. Ну, Горец на Леоне отправляется в Сложную. У него есть Буссов Спид. Дали ему еще один Вардик. И чуть-чуть здесь на покушать. Ну, и Ортес берет себе Фейслес Вайда. Ортес у нас будет фармить. Гаддем на Чине займется лесом. Афониджи отправляется на мидлейн. А Дредд будет на Сложной. Дредд будет на Сложной. Будет вместе с Гордцем у нас тут заниматься истреблением команды Эмпайр в легкой линии. На легкую уже пошел Сайлент на Джаггернауте. К Сайленту наверняка у нас дабла из Алоха Дэнса и ЛВС Фона Флайя перетянется. На мидлейне будет стоять Резолюшн на линии. И Сложная у нас для Йоку на Магнусе. Все, в принципе, разобрались. У меня просто смешались в кучу кони-люди. И Эмпайр, и Виртуз Про, и Нави. И все как-то это в одном коктейле. Просто что живу с мыслями о том, что у нас впереди очень важный и интересный матч. И вот эти вот четыре команды, наиболее яркие команды СНГ. Вообще всего комьюнити, СНГ профессиональной сцены. Поэтому уж извинитесь, если где-то буду заговариваться. Ну что, первая драка. Как еще могло быть? Если не бить кого-то до выхода крипов, как вообще играть? Йоку заходит в спину и просто трамваем разрезают у нас горца. First Blood для команды Эмпайр. 1-0 пошли. Goddamn вторым отправляется в таверну. И Афониджи беднягу гонят. Забрали двоих игроки команды Эмпайр. Решили посерьезки вообще начать. Первая кровь уже пролита. И Афониджи бежать. Быстрее бежать отсюда. У Йоку до Скьюера еще 7 секунд. И это, в принципе, мидера команды Эмпайр... Команды Хеллрейзер спасает. Нормальное начало. 2-0. Для Эмпайр лучше просто не придумать. Ну теперь все. Успокоились. Здесь как будто ничего не было. Стоим на лайнах. Смотрим, кто как фармит. Вообще, по расстановке лайнов. В принципе, все здесь было относительно предсказуемо. Единственное, что с Линой я немножко запоролся. Не совсем понял, куда ее отправит команда Эмпайр. Но я думаю, что у Хейров таких проблем не было. Хейры все прекрасно поняли. Алоха Дэнс. В спину к Афониджи заходит. Лайт страйкеры не точно. И Резолюшн просто с руки здесь Афониджи отгоняет. Отгоняет. Тут, кстати, даже и не поймешь, что лучше. Умереть где-то на мидлейне, если у тебя нет денег. И быстренько на ТП прилететь, продолжить фармить. Или обходить через нижнюю руну сутки. И терять фарм, терять экспириенс. А потом приходить на лайн, когда ты отстаешь на полтора левела от Лины. Ну, у Афониджи, в принципе, по левелу все нормально. Тут ситуация немножко иная. А вообще... Вообще, кстати, Афониджи, да, долговато у нас гулял. Пришлось ему вообще с нижней линии лететь на мид. Ну, еще бы там. Такую встречу теплую команда Эмпайр организовала Хейром, что мидер команды вынужден был в панике бежать от самого Магнуса, на котором играет у нас Йоку. Горец перетягивается на нижней лайн. И Артес будет на пару с Горцем здесь стоять. Но у Горца одна задача не дать Йоку возможности вообще подойти к Артесу, не дать ему помешать Артесу фармить. Дредд остался здесь в соло. Против даблы стоит Дредд, Сайлент и Always on Offline Avenger Full Spirit. У Дредда дела идут не лучшим образом. 1-4 Крипстат. Это, в принципе, неплохо. Дредд пока не умирал. И для него это, наверное, наивысшее благо на данный момент. 2-0. По-прежнему счет 2-0. Пока что без файтов. Резолюшн. На мидлейне уже есть Боттл, уже есть у него Нул Талисман. Но у Афониджи дела совсем не так идут. У Афониджи всего лишь один цирклет. И Боттл туда-сюда летает на Курьере. Да не летает, даже обегает. Тут Р2-Д2 таскает Боттл. И Афониджи проседает. По ХП проседает. По мане. По фарму та же история. 6-2 у него. И у Резолюшна 10 на 7 на данный момент. Пытается Гадем ему помочь. Здесь Сова где-то стояла, кастовала. Куда ты ушел? Вот Сова. Вот наш Дикокрыл Потрошитель. Старался помешать немножко Резолюшну. Да, чуть-чуть помешал. Но это вообще не критично. Ну, по данной игре. Конечно же нужно ожидать ультов. С появлением ультов у команды ХР. Файты должны быть крутейшими. Потому что ульты сами по себе очень и очень важные. Тут такие переломные, собственно, игрообразующие ульты. Во-первых, Хроносфера. Во-вторых, Блэк Холл от Дреда. Очень важный ульт от Чена. Хотя Чену до ульта еще фармить и фармить. Второй левел только-только у Гадема натикал. Хотя уже вроде четвертая минута идет. Чен, конечно, по фарму у нас тут бедовый. С другой стороны, Гадем видим, чем занимается. Это все стаки, как я понимаю, для Афониджи. Надо хоть как-то его из-за черты бедности вытаскивать. Сейчас у Афониджи по Нетворсу вообще не лучшим показатель на карте. 1200 для него и 2100, 2150 для Резолюшена. Да, SF терпит. Ну, SF, в принципе, на ранних левелах и должен терпеть. Ничего тут не попишешь. То, что не удалось со старта какой-то фарм заработать и какие-то хотя бы базовые артефакты, тот же Race Band, Shadow of Endu или Ring of Aquila заработать, это заслуга команды Empire. Ну, теперь Резолюшен стоит более-менее комфортно. Уже у него почти готов Power Threads. У Афониджи тапок. Где же тапок Афониджи? У Афониджи нет до сих пор тапка. И он по-прежнему с цирклеткой. У него 500 на руках еще есть. Ну, хотя бы Race Band можно приобрести. Правда, от смерти вряд ли он спасет, если всей толпой выберутся на мидера команды ХР игроки команды Empire. Но, тем не менее, тем не менее, может есть где-то какой-то шанс. В принципе, Дота это такая игра мелочей. Где-то может не хватить мувспида на 1-2 поинта показателя. И ты сольешься. Сольешься раз, сольешься два. Дальше можно уже и левать. Собственно, игра будет сыграна. Мидеру умирать вообще кровь из носу нельзя. Поэтому, ну, я не знаю. Мне кажется, можно было бы и перетянуть кого-то на мидлейн, помочь Афониджи хоть чуть-чуть. А вот кто сюда у нас приходит. Штормовая Гарпия пришла с Резолюшеном разговаривать. Ну и пытается здесь заспамить через Чейн Лайтнинг. Как в старые добрые времена. Гаддем по стандартной схеме. Ну и половину ХП уже сожрали Резолюшену. Ну, я думаю, не стоит здесь жалеть ни одного каста. Драгон Слейф нон-стоп должен заливаться в Гарпию. Гарпия здесь худше, что может быть вообще. Сова это все интересно. Это Циклон. Ну, а Циклон уворачиваться вообще не проблема от Торнадо. А уворачиваться от Чейн Лайтнинг, вы понимаете, прекрасно невозможно. Ну что, у нас загнали Дреда. Дреда за Т1. Втроем развалила команда Эмпайр. Шесть минут сыграно. Пять с половиной. И Эмпайр повели по счету. 0-3. Уже проигрывает Хелл Рейзерс по золоту. Эмпайр пока что на 500 выигрывает. По ХП ХР еще и впереди. А кого там так сильно загонять? Неужели Йоку? Нет, Йоку пятый левел. Кто у нас без левела бегает? У нас Зевс немножко архитичен. Да и у нас Винга. Нет, у Винги четвертый. Вот Зевс, в принципе, якорь пока что в составе команды Эмпайр. Хотя вот с Гарпией Зевс решил разобраться и правильно делает. Все, забрали здесь Гарпию. Теперь у Резолюшна дела более-менее ровненько должны идти. На руне файт между Горцем и Йоку. Афониджи подходит. Еще один Койл и Йоку мог бы отъехать. Ну, Скювер, в принципе, второго левела. Магнус сам себя спасает. Такой человек автономия. Под сейв Магнусу не нужен. Главное, чтобы жир был. Да и Скювер нормально работал. У Артеса уже есть 6-й левел. Есть Хроносфера, ПТ, Маджик Вонт и 600 га по голде. Для Артеса тоже имеется. У Афониджи наконец-то приобретается Рингов Аквилла. На седьмой минуте, вы понимаете, это печальная статистика. Он по-прежнему на четвертом месте по Нетворсу. Ну и по Крипстату. По Крипстату на третьем. В принципе, ровно идет с Резолюшеном. Но по золоту, тем не менее, очень сильно уступает. Дредд у нас уже с Гаддемом. Четвертый левел для Чена. Перемещается на топ-лейн. Чуть-чуть исправить ситуацию своего Кэпа. У Сайлента по фарму дела ровненько идут. В принципе, не сильно уступает Артесу. По Нетворсу на 250 голды всего проигрывает. У Артеса вообще вроде дела тут идеально идут. Никто к нему не подходит. Крипстат 46 на 13. На седьмой с половиной минуте вполне себе такой показательный Крипстат. Йоку тут не сильно ему мешает. Ну, разве что Шоквейвы. Ну, по сути, это все безопасно для Артеса. Потому что Шоквейв залили. Артес, не знаю, отряхнул себя пыль. И прошел дальше бить Крипов. Близко Йоку не подходит. И помогать Йоку команда Эмпайр тоже не стремится пока что на нижнем лайне. Но это все до получения нужных лвлов. Лагуна Блейд уже у Лины есть. У Джаггернаута уже есть Омни Слэш. У Магнуса. Вот-вот, натикал здесь Риверс Полярити. Ну и Артес с Хроносферой. Поэтому не все так просто. Йоку, РП успеет ли вкастовать? Нет. Не успевает Йоку вкастовать РП. И это первая реализация ультов от команды Хелл Рейзерс. Артес забирает здесь очень важный фраг для себя. Счет становится 1-3. И наконец-то хоть чем-то Хэры ответили. Ну как хоть чем-то. Тут 400 килограмм свежего мяса этот Магнус. Плюс 6 левел. Плюс деньги за него. Первая смерть для Йоку. Да и вообще для команды Эмпайр. Фраг в любом случае важный. У Афониджи появляется ПТ. А где наша подруга? Наша подруга и главный враг Афониджи. Войдстоун уже есть. У Резолюшена. Нул Талисман, Пауэр Трэд, Боттл. Всего предостаточно. По фарму 3800 для Резолюшена. И Афониджи совсем чуть-чуть уступает. Неужели здесь пачки крипов разбил? Да, так и есть. Афониджи у нас, я так понимаю, крипов уже позабирал в лесу. Поэтому экономические дела свои немножечко наладил. Гаддэм на топ лейне. А где тогда Дредд? А Дредд на мид лейне. И Дредд у нас просто осматривает свои территории. Пока что без экшена. Алоха Дэнс смещается на мид лейн. Получить экспу. Афониджи в это время отправится в лес немного пофармить. Ну, обязывает в принципе сторона, за которую играет команда Хелл Рейзерс. Фармить СФУ в мид лейне. Ну и понимаете, что пик примерно так и был сформирован. На Ортеса пошел въезд. Йоку реверс полярити по Ортесу. Стан туда же задули всем, чем было. Лагуну Блейтлина, наверное, даже не успел у нас вкастовать. Резолюшн не стал тратить уйму маны и кучу ненужного демеджа. И так развалили Ортеса. 4-1. По золоту Эмпайр зарабатывают более 500. В данном файте и по экспе та же история. Вообще по графикам давайте посмотрим. Хейры по золоту выигрывали. 250, по экспе выигрывали 1000, теперь 700. Так, Йоку у нас цепляют. Дредд. Малифейс в Йоку. Подкоп, скьюр есть. Йоку может отсюда уезжать. Забирает еще с собой Горца. Ну и Резолюшн недалеко. Лагуна Блейд в Горца. Ответили за смерть Магнуса. Дальше за Дреддом побежал Резолюшн. Один в один разменялись. Но Эмпайр потеряли оффлейнера. А Хейр потеряли Леона. Потеряли саппорта и ничего страшного для Хейр не случилось. По итогу этого файта они еще и в плюсе остались. Поэтому в любом случае Хейрам размен этот более чем удачен. По золоту. Эмпайр выходит вперед на чуть-чуть. По экспе к 500 приближается показатель в пользу команды Hellraiser. У Сайлента появляется Мом. Так, у нас Резолюшн убили. Убили Резолюшн в собственном лесу. Дредд не юзал здесь Блэк Холла. Пропустить Блэк Холла это хуже чем пропустить у нас по-моему ФБ. Ну и развалили здесь Гадема. Сайлент очень быстро. За счетом неслеша справился у нас с саппортом команды Hellraiser. С таким важным саппортом. Которого правда 6 левела еще нет. Но тем не менее. Благодаря Сайленту у него и в ближайшее время не будет 6 левела. Дело здесь правое сделал. Керри команды Эмпайр. По золоту Хейры. Ну тут в принципе пока все очень ровно идет. Только по экспе Хейры немного впереди. Где Магнус в это время? Йоку по лесу гуляет. Собирает себе денежки на даггер. Да. Без даггера Магнус у нас лох. И смотреть на него мы не будем. У Резолюшена уже в принципе практически все необходимое для Юла есть. Осталось 750 по голде. Чтобы Ставу Физодри себе купить. И у Лины будет уже Юл. СФ собирается в Мекку. Уже есть Баклер. Есть Хедреска. Ну и совсем чуть-чуть остается до рецепта на Мекку. Поэтому Афони Джей, так понимаю, все вместе уже себе принесет. Чтобы Курьера просто так не гонять. Под Смаком команда Эмпайр. Втроем. Резолюшен. Увейс Монофлай. Алоха Дэнс. Пока что больше никого не надо. И Горец. Добрый вечер, Горец. Поднялся здесь на Хайграунд. Там на Хайграунде и лежит у нас Бедняга Горец. Да уже Лужа лежит. Расковыряли очень быстро Горца. И это третья смерть для саппорта команды Хеллрейзерс. 7-3. Не очень аккуратно играет команда Хеллрейзерс. Свой лес особенно не завардили. Тут один единственный вард на руне. Но где-то какой-то еще участок важный стратегически. Никто на него со стороны Хейров внимания не обращает. Тавр очень сильно просел. А ну-ка, а ну-ка. Да, Тавра можно уже динайить. Сейчас Гадем этим должен заняться. Ну все, лесной фарм. Дота переходит в свою скучную стадию. Ждем пока появятся важные артефакты для СФ. Мекка уже в принципе летит. Ну и появление Юла от Лины. Вот-вот. Собственно, да, Юл готов. Ну где-то в течение одной минуты уже должны начинаться у нас файты. У Зевса есть ульт на данный момент. У Винги ульта нет, но и не надо. А так, в принципе, вся команда Эмпайр уже своими алтимейтами укомплектованы. Ну и все ульты есть у команды Хелл Рейзерс. Они тоже готовы драться. У них сейчас есть Мека, есть Блэк Холлы. Это значит, что файт просто обязан состояться. 3-7 они проигрывают. И лучше бы им, конечно, где-то навязать драку. У Горца куча дэмэджа у Афониджи. Тьма дэмэджа у Афониджи. 11-й левел. Тут уже второй Requiem of Souls. Конечно, там под Блэк Холл идеально все зайдет. Главное, я думаю, что все будет начинаться у нас с Хроносферы. Почему-то мне кажется все-таки поставить Хроносферу, а потом по ее истечении дать нормальный Блэк Холл. Гораздо проще, чем ловить Дредду просто так всех Блэк Холл. Тем более нет Даггера, тем более нет БКБ. Хотя вот сейчас уже Нигма мог бы и приобрести. Дредд вроде как в серве голова, поэтому можно и подумать об этом. Нет, Дредд у нас ПТ себе-то собирал и покупает еще и Клоаку. 13 минут, 40 секунд. Команда Empire отправляется на Рошана. Убивать его есть чем. У Джаггера уже есть Яша, есть Мом, Фейсбуцы. Дэмэджа много. Тут еще и Винга, понятное дело, бустит всех по дэмэджу. И Резолюшн с руки уже наваливает очень и очень неплохо. Ну и если что, если кто будет подходить, недалеко должен стоять Магнус. Да, вот, пожалуйста. Йоку стоит у нас ждет, когда упадет Рошан. И сейчас у него будет Даггер. Все, Даггер для Магнуса. И Эйджис у нас забирает Сайлент. Ну что, файтится, самое время. Сейчас прилетит Даггер для Йоку, ждем первого РП. А Йоку у нас мастер, то РП дать крутейшее, то эхо слэм на шейкере. На то он и оффлейнер крутой. Йоку вообще, как по мне, просто звезда в Сави Эмпайр. Действительно тот игрок, от которого можно даблклик сделать на персонажа, которым управляет Йоку. И сидеть, наслаждаться качественной, интересной и активной дотой. Йоку ведет себя, ну не знаю, приблизительно так, наверное, как Сумаил ЕГшный себя ведет. Молодой, агрессивный, яркий по стилю. Все получается, все очень складно у данного персонажа, у данного игрока команды Эмпайр. Поэтому ждем. Думаю, сегодня он тоже всех нас порадует удивительными врывами. Ну а здесь вся надежда на Дредда. Как Дредд запустит Блэк Холл, так, наверное, игра у команды Хэр и пойдет. Эмпайр перемещается на нижний лайн. Т1 по швам трещит. Здесь один Сайлент. Никто не подходит. Резолюшн у нас в кустах. Алоха Дэнс далековато. Always on a Fly, Йоку все, в принципе, далеко. Просто ждут, что придут убивать Сайлента. Никто на Сайлента не врывается. И опять же, можно разменять всех на один Эйджис. Это, по-моему, великолепный будет размен по идеальному курсу. И Эмпайр давит. Эмпайр не бросает эту идею разменять вот данный артефакт на пятерых игроков команды Хэллрейзер. При удачном раскладе тут, опять же, у кого комбан... Так, РП, Йоку, штоп тебя. Я уже думал, РП от Йоку пропускаю. Немножко где-то аж стул подо мной зашатался. Так вот, здесь, мне кажется, по данной комбинации, вы понимаете, прекрасно, что АОЕ дэмэдж и все эти раскасты и удачное юзание ультов, в принципе, исход файта должны решить. Если не будет какого-то дикого перефарма в одну или в другую сторону. Но пока так и есть. По Экспе все очень ровненько, по Галде Эмпайр немного впереди, но только за счет Рошана и снесенных товаров. А так, в принципе, герои ровно себя чувствуют по фарму и с одной и с другой стороны. Так вот, кто первый ворвется и классно даст ульту, либо это будет РП, либо это будет Блэк Холл от Энигмы, тот, скорее всего, и окажется победителем файта. Ну а там уже все зависит от количества таких файтов и количества победителей. Сайлент продолжает ковырять Т2, команда Хелл Рейзерс не реагирует. Где Артесы? Тратить? Понятно, что тратить на Сайлента какой-то важный ульт, это бессмысленно. Потому что он станет после Эйджиса, даст он мне слэш и расковыряет всю команду Хелл Рейзерс. Тем более все, кто придет бить Сайлента, попадут в РП от Йоку. А там, поверьте мне, щадить их никто не будет. Сайлент под Эмпоуэром, Эмпоуэром, поэтому бить будет сильно, бить будет по всем. Там уже дэмэдж, кстати, для Артеса, да, появился. Есть у него Мейлстром уже, есть Масков Мэднес. ПТ тоже имеется, ну и главное удачно поймать. Ну что это за состояние? Так, у нас Сайлент на горца вошел и, скорее всего, у меня слэш сейчас будет уже проюзан. На Сайлента пошли дальше врыв. Ждут, когда он станет после Эйгиса. Сайлент у Фиолетова, я думаю. Улетать отсюда будет очень быстро. Все, Блэйд Фьюри и бежать отсюда. Забрали только одного горца, потеряли Эйгис на Сайленте. И бежать, Эймпайр, я думал, вы посерьезней. Ребята, ребята, Эймпайр, Эймпайр. Расстроились, что Сайлента убили. Все, все быстрее в рассыпную. В итоге Т2 стоит и команда Хейлрайзерс решила сыграть на трусости команда Эймпайр. И где-то там кого-то догнать. Пошли, заходят, рисуют уже на карте. Артес у нас нарисовал поход вот сюда, вот через данные ступеньки на мидлейн. Ну, Эймпайр тоже, понятное дело, не первый день в Доту играет. Они понимают, что где-то кто-то будет их гнать. Сайлент, Авидия. Хроносфера пошла по Сайленту. Здесь Афонид же не в хроносфере, поэтому через Койлу можно Сайлента забрать. Еще и баш последнего Тортеса. Развалили в итоге мейнкерри команда Эймпайр. Йоку ждет своего звездного часа. Нет. Он будет не сейчас. Подожди еще пару часиков. Он будет в нижней сетке против проигравшего пары Нави против Virtus.pro. Но Эймпайр надо играть агрессивно. Если играть по данному пику не агрессивно, спрашивается, на кой пес было вообще все это пикать. Я думаю, конечно, как дело дойдет до РПшки важной, за Йоку вопрос не станет. То же самое и за Дредом. Просто у Йоку есть вариант ворваться. А у Дреда все зависит от врыва фейсдосвайда. Еще 75 секунд не будет хроносферы. Есть. Я думаю, вариант подумать, что Дред тоже не будет у нас особенно активничать и врываться в толпу. Ну, ладно, будем ждать. Начало было неплохое, но даже начало рано или поздно заканчивается. У Дреда. 1600 на руках. После Огрклаба это значит, что где-то БКБ уже замаячил на горизонте. Осталось на рецепт насобирать. У Зевса имеется Войдстоун. Так, Резолюшн здесь пришел помогать Алохаденсу. У Алохаденс есть Войдстоун. Скорее всего... Хотя даже и непонятно. Юл-то, в принципе, есть у Резолюшна. Нужен ли Алохаденс у нас Юл? Может, даже сразу в рефрешер пойдет Зевс. Но, по-моему, маны просто не хватит на раскаст. Ладно, посмотрим. В принципе, Юлов много не бывает. Это современная Дота. Как это не печально констатировать? Always Wanna Fly. Пока что с медальоном. Есть у него Boots of Speed. Больше, в принципе, ничего. У него у Резолюшна есть Shadow Blade. Есть также Юл, Power Threads. Ну и по мелочи еще артефактов. Одиннадцатый левел у Резолюшна. У Афониджи уже тринадцатый левел. У него Яша, у него Мека, Ring of Aquila, ПТ и Боттл. И видим, что по фарму Афониджи у нас опережает Лину. Как сильно терпел у нас мидер команды Hellrazers на ранних левелах. Тем не менее справился. Артес. Стопит Сайлента. Сайлент в Blade Fury. Артесу плевать на это. Будут бить дальше. Есть омни слэш. У Сайлента просто надо Артеса отвезти от своих тиммейтов. Ну и дождался в итоге у нас Сайлент. Пока фиксанул его Горец через Finger of Death. Развалили. Мейнкерри команд так. Эмпайр. Резолюшн. Под Афониджи. Под рассказом от мидера команды ХР. Резолюшн чуть было тут не погиб. На дичайшем. Успугив кусты и быстрее тапаут. В итоге забрали одного Сайлента. Второй раз уже умирает Джаггернаут. Главный. Самый ценный игрок вообще на карте. 9700. Заработал у нас Сайлент. И Сайлент умудряется последние два раза умереть. Еще и потерянный Аегис от него. Это означает что Сайлент три раза по факту умер. Толком ничего не сделав. Два убийства. Это все. Это все ничего. У Артеса хроносфера только была потрачена на Сайлента. Поэтому буду драться без нее. А где Блэкхоллы? Дредд готовится выйти у нас в спину. Йоку видят. Йоку постоянно сбивают. КД Даггера. Тут Малифейс на нем. Еще и Миднайт Пульс под ноги. Гадема пытаются здесь развалить. Артес срывается на Резолюшена. На лоу ХП Артес. Алоха Дэнс через ульт. Резолюшена просто стерли. Гадем на лоу ХП. Блэкхолл. От Дредда по Always One a Flyer. Но это предсмертный Блэкхолл. Трипл килл уже от Резолюшена. И дальше, дальше, дальше погоня за горцем. И кто здесь еще убегает? Кто живой вообще? Афонин же живой. Три в ноль подрались. Здесь по золотишку. Эмпайр, конечно, очень сильно поднялись. Тысяча по золоту зарабатывает только Резолюшен. Вообще, две с половиной капнуло для Эмпайр. И три сто по ХП. Эмпайр этой дракой неумелой от ХР. Своё положение поправили великолепно. Сейчас три тысячи по золоту выигрывают по ХП. Так, так, так. Резолюшен, где ты? Где ты мочишь там? Резолюшен забирает горца. В пятый раз умирает Леон. Саппорт команды ХР просто горит. Так вот, Резолюшен забрал у нас горца. И у него счет становится 6-1. Это уже доминейтинг стрик. И всего лишь одна смерть для мидера команды Эмпайр. 22 минуты сыграли. Четыре по золоту выигрывают Эмпайр. По ХП они выигрывают 1300. Это при таком дичайшем перефарме и при количестве фрагов. Больше, чем в два раза. Больше, чем у своих оппонентов. Ничего так, ХР еще по фарму... По Экспе держится относительно ровно. Опять же, у Шадоу Финда 13-й был давным-давно. Но Лина только-только получила 13-й. Резолюшен еще недавно бегал 11-го левела. Ну, еще бы в файте трипл-килл. Потом еще и горца убил 4 фрага подряд. Понятно, что где-то левел 2 здесь натикает. Блэк Холл от Энигмы был... Ну, таким, знаете... Показательным. Было понятно, что там все, в принципе, уже у нас сливаются. И что Дреду тоже особенно не выжить. Ну, дал Блэк Холл на отходе, когда 3 трупа уже было со стороны команды Хелл Рейзерс. Просто переждал некоторое время в Блэк Холле. А дальше с чистой душой... Точнее, с чистой совестью отправился в таверну Дред. Чтоб не кричали, что где Блэк Холл, Энигма, Дно... Все его репортят. Тут Дреда попробуй зарепортить. Он сам тебя из-за шеров зарепортит в любой момент. 5-12. Эмпайр пошли по золоту набирать обороты. 7000 уже выигрывают по золоту. По Экспе 3.5 тоже в пользу Империи. У СФа есть Манта Стайл, есть Мека. Чего ж ты такой слабый тогда, Афониджа? Что не так? Дэмэджа тоже предостаточно. Некромастери в Макшен 36 душ. Всего полным-полно. Плюс 72 тут от одного Некромастери. Плюс Манта Стайл, плюс Мека. Ну, должен быть живучим. Под Смаком команда ХР. На хайграунд Тим Эмпайр. Алоха Дэнс в кустах. И Резолюшн здесь в кустах. И Артез всех видит. Надо ставить Хроносферу. По двоим Хроносфера очень удачная. Резолюшн расковыряли. Always One Offline. Высвапывает Алоха Дэнса. Always One Offline, наверное, здесь не жилец. Йоку ждет своего звездного Чиаса. Где же ты, Йоку? Где эти РПшки? Лину в итоге забрали ХР и уходят. Расходятся. Больше трех не собираться. Потому что здесь Сайлентсом не слэшим. Здесь Йоку. Так, на Афониджи врыв. Пошел Реверс Полярити по двоим. От Зевса пошла ульта. И Афониджи на лоу ХП бежать отсюда далеко не убежит. Минус 2 делает команда Эмпайр. Теряет также своего саппорта. Умирает у нас Зевс. Умирает Always One Offline. Пока что 3 в 2. Дальше за Сайлентом. Сайлент на лоу ХП под Момом. Под Фейсбутсами. Быстрее отсюда бежать. Но еще 7 секунд. Тортес был бы у нас без Таймволка. Решили переключиться на Рошана. Хэйры подрались очень хорошо в данный момент. Не отобразилась у нас Лина. Там плюс где-то 600-700 по золоту должны были выиграть Хэйры в этом файте. У Качели ничего другого я не ожидал. Вот противостояние двух этих коллективов. Сначала один будет выигрывать. Потом другой. Потом другой. Потом один. Потом еще. Еще. И постоянно будет меняться преимущество. То за одной командой. То за другой. Ну так было всегда. И надеюсь так будет. Интрига до конца матча не должна пропадать. Как в этом матче. Так и в следующем. Вот. Что в нижней сетке. Что в верхней. Это абсолютно без разницы. Такие коллективы. Только кого-то убил. Сразу. Там минус 3, минус 4 сделал. Сразу подрасслабился. Минус 3, минус 4 слился. И соперники. Та же история. Поэтому думаю. Что игра у нас будет относительно ровной. Либо опять же. Где-то в какой-то момент. Кто-то посыпется. И в полнейший хлам. Развалится. Эмпайр. Забирают второго Рошана. У Сайлента. У Сайлента. Мейн вообще главный. Что это такое был. Переводчик Google был. Мейн-главный. У Сайлента топ. Нетворс. На карте у него уже. Есть 2 ультимейт арба. Есть поинт бустер. И по золоту. По золоту всего достаточно. Ворпов вином. Еще кстати 800 на руках есть у Сайлента. После собранного. Ай оф скади. И аганим для резолюшна. Укомплектовались. Эмпайр. Да нельзя. У Афониджи. И у Дреда. У Дреда есть БКБ. У Афониджи. Какие артефакты были. Такие остались. Тут полторы тысячи. Для Афониджи. А у Дреда появляется БЛЭККИНГБАР. Еще и тысяча сверху. Дреду очень нужен здесь Даггер. Мне кажется. Можно было бы потом. Существенно позже ставить хроносферу. Чтобы всех собранных вокруг Дреда. Ребят собирать в одну кучу и разваливать. Потому что есть время сориентироваться. Есть возможность выбрать поудачней позицию. То есть фактически два обалденных фиксатора. Команда Эмпайр. Два наверное одних из наиболее ярких вообще ультов в игре. Сконцентрированы в составе команды Хелл Рейцерс. Это БЛЭККОЛ и это хроносфера. Если ты даешь хроносферу. То и не ловишь своих игроков. Своих тиммейтов. То есть вариант обойти так как надо. И подготовиться под БЛЭККОЛ Дреда. Если ты ловишь точнее в хроносферу. Если же Дред врывается с БЛЭККОЛом. То есть вариант побить всех в БЛЭККОЛе. А потом на последние секунды дать хроносферу. Так чтобы игроки команды Хелл Рейцерс средоточились. И смогли не попасть в хроносферу. Сайлент начинает пилить Т2 на мидлейне. Пять проблем у команды ХР. И они не знают как дефать свои товара. У них уже осталось всего два Т2. И скорее всего здесь один развалится. Горец у нас в это время умирает на топлейне. Йоку пошел дальше гнать у нас Артесу. У Артеса есть хроносфера. Можно и убежать. Файт на мидлейне так и не произошел. Просто забрали Тауэр Эмпайр. И уходят отсюда. Йоку дальше за Артесом. У Йоку есть даггер. РП по одному Артесу. Туда же задувает. Резолюшн. Под ноги Артесу стан. Ну и Лагуна Блэйд здесь не понадобится. Резолюшн просто с руки у нас Артеса разваливает. Это не было слишком много. Ой-ой-ой, как же сильно здесь СФ разорвало. Сайлент по миднайт пульсу бежит. И на лоу хп Сайлент убегает отсюда. А Эггис пока что в нем. Не теряет его. Опять на миднайт пульс наступает Сайлент. Просто как по минному полю Джаггер бегает. Постоянно, постоянно какие-то у него проблемы. Горец на лоу хп. Отличная жертва для Сайлента. С руки. Один удар. Развалили горца. Сайлент дальше за Гаддемом. И ничего-то в принципе Сайленту здесь и не сделаешь. Гаддема через Лагуну Блейд забирает Резолюшн. Дальше в Дреда. Лайт Стрекера и под ноги Дреду. Дреда поймали. Сайлент будет бежать за Дредом. Поднимает его в ветра. Ну и никто уже не отпустит у нас отсюда Дреда. Капитан команды Хелл Рейзерс отправляется скорее всего в таверну. Даблкил от Резолюшна. Минус 4 делает команда Эмпайры. Можно заходить на хайграунд. Войд в Соло здесь вряд ли справится. Фуловые. Те, кто стоит под хайграундом. Те, кто слабенький, у нас здоровьем отходят. Немножко подальше, чтобы не попасть под хроносферу. Ну и вообще, если Резолюшн не в хроносфере, он у нас... А нет, кстати, Фейслес Вайда уже не контрят у нас. В хроносфере все-таки появляется Блэк Кинг Бар для Артеса. Да, я немножко упустил этот факт из внимания. Сайлент с таким же успехом, с каким он пилил Т2, то на одной линии, то на другой, пилит Бараки теперь. Афонид же еще старался застилить здесь Барак. Великолепная. Великолепный мув от мидера команды Хелл Рейзерс. 8.20. 30 минут у нас прошло. И, кстати, незаметно как-то. Постоянный экшен фрагов не так много, но команды держат в напряжении, и это приятно. 15 тысяч Эмпайр выигрывает по золоту. По экспириенсу они выигрывают 14 с копейками в свою пользу. И уже есть Иглсонг у нас для Сайлента. Готовится выйти Джаггер в Баттерфляй. Пошел во вражеский лес. Ничего вообще не боится. ТП у Сайлента нет. Он просто гуляет по вражескому лесу. Собирается кого-то... Я не знаю даже, что он собирается делать. Сайлент в кусты и ждет Гадема. В этот раз Гадем не попадается у нас на Сайлента. Поворот сделал в нужную сторону, ну и отправился фармить нижний лайн. И Джаггер никуда не уходит. Он собирается забрать весь фарм у команды Хелл Рейзер. Сартес это прекрасно понимает. Ну, прокликали уже, что где-то здесь завелся какой-то шпион. В чем невиданные силы шпион, потому как... Понятное дело, что крипы просто так быстро падать не смогут. Это кто-то важный и понимает, что где-то либо это Сайлент, либо это Йоку. Либо вообще это пара Сайлент и Йоку. А вот, кстати, это пара Сайлент и Йоку. Нагорца сразу же через Омни Слэш переключается на Гадема. Минус 2 с одного ульта Сайлент. РП по двоим. Дредд на лоу ХП. На лоу ХП здесь Артес. Это ультра килл для Сайлента. Двоих собственного ульта. И благодаря ульту Йоку разваливает еще двоих. Ну и что? Где Рэмпадж? Где Рэмпадж? Отдайте вы Сайленту Рэмпадж, ребята-ребята. Ладно, жадная команда Эмпайр. Но, в принципе, к своей цели пришли. Развалили команду Хелл Рейзер. С 30 с копейками минут у нас прошло. А Шеры не ожидали, наверное, такого напора. Да и никто не ожидал. Я думал, Шеры будут посерьезнее выглядеть против Империи. Но реализация оказалась нулевой вообще. Артес и Дредд, к сожалению, не реализовали своих героев. Отсюда и смотрите на статистику. 0.6 Чен, 0.4 Энигма, 2.8 Леон, Фейслос Войт 3.4, Шадоу Финт 3.3. То есть положительного кэда нет ни у кого. Вот вам и пожалуйста. И 11.2 Лина. О чем можно говорить? Джаггернаут 9.2. Ну, это очень круто. Венгатут 0.1, 0.11 ассистов. Короче говоря, Эмпайр по всем статьям переграли. Hellraiser. Ну что, у нас небольшая пауза. Через 8 минут уже по будильнику должны начать Na'Vi игру против команды Virtus.pro. Пока что не переключаемся. Услышимся через... Сколько? Ну, через 8-10 минут. Не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Ну и жмите follow на Twitch. Подписка абсолютно бесплатная. Поэтому делайте это с удовольствием. Ну и, конечно же, все воды игр на нашем канале YouTube. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. И я буду с вами до конца сегодняшнего дня. Услышимся немного попозже. Спасибо.